всем доброго утра в общем 9 часов у нас без 15 сейчас я буду завтракать сделала себе сделала себе цикорий сегодня на завтрак макароны мне еще и немножко салата вчерашнего вот и буду сейчас сходила уже в душ дело зарядку и знаете мне прям уже стали болеть ноги и руки начинают вот тут что еще и буду собираться сегодня мне идти в школу сдавать антохи документы сегодня 1 февраля в нашей школе начался уже прием документов сегодняшнего дня так что пойду сказали к 10 но сейчас вот я позавтракаю немножечко посушу естественно все и пойду возьму все документы паспорт мой свидетельство рождения ребенка справка вот это вот сейчас она дается в мфц раньше в паспортном столе а приписки ребенка и что там еще и по-моему еще поле соксерокопию на всякий случай все в общем завтракать и собираться этот разложила все документы сейчас взяла список перечень документов которые нужно в школу в общем что у нас свидетельство о рождении ребенка свидетельство о рождении есть дальше документы удостоверяющий личность заявителя то есть родители ну то есть должны заявлять только родители либо официальные представители в общем вот мой паспорт дальше справка вот такая вот форма 8 о том где приписан ребенок до регистрации в общем и дальше вот с 1 0 9 принимаются дети все три документа и сказали на всякий случай взять полис они от ксерят чтобы бывают случаи когда нужно вызывать ребенку скорую чтобы у них была ксерокопия полиса хотя бы так все я сейчас поеду сдам документы думала их от ксерить дома но вспомнила что там нам на собрании сказали что школа может все от ксерить ну почему бы не воспользоваться этой возможности потому что не во всех заведениях государственных делают ксерокопию бесплатно поэтому воспользуемся этой возможностью и просто пойдем с оригиналами так я выехала 9 56 все у нас такое сегодня солнышко просто супер такое вот она первое февраля ой мне кто-то звонит в общем так я документы не сдала сегодня до трех часов прождала 14 40 сейчас зашла последняя девочка сказали что все больше документы сегодня принимать не будут только завтра сегодня только до трех часов в общем какой-то ужас все я дома наконец-то в три часа только я оказалась дома и в общем то документы не сдала там такая очередь просто пипец просто не знаю сами на собрании создали эту всю весь этот ажиотаж по поводу мест по поводу учителей что в прошлом году за один день набрался класс поэтому давайте типа приходите если вы хотите к такому-то именно учителю то приходите вот прям так на собрании все это говорилось поэтому сегодня была там такая толпа вот так что капец как будто я не знаю где очередь век вообще современных технологий век вообще интернета и очередь из пятидесяти наверно там было человек то есть я в шоке приняли всего двадцать так что завтра причем поэтому уже спешку что сегодня слава богу что там очень ответственная женщина сидит поэтому там все будет ответственно но это кошмар я такое в первый раз вижу несмотря на то что документы в школу я уже подаю второй раз первый раз был с григорием вообще было все я просто пришла может быть одного человека подождала я даже не помню и все но целый день 10 до 3 там пробыть и не пройти и причем принимают до трех и все и там осталось буквально несколько человек которых не приняли и даже не соглашались принимать все мы принимаем до трех в общем как-то зная что будет такая фигня не горит ну а чё вы сегодня то можно же и в другой день сдать но понятно всем же хочется к определенному учителю так что в общем первый день антона в школу мне не понравился вот это просто ужас такой очереди я не видела уже давно знаете когда я такую очередь сидела в паспортном столе когда там раньше она такая была просто пипец я прям помню когда мы прописывались 1 февраля 2000 какого мы года прописывались мы сюда переехали пять лет назад вот пять лет назад в паспортном столе мы были ну полдня мы там провели тоже для того чтобы переписаться там два окошка же было и вот там вот тоже была такая очередь и надо было кричать кто последний кто первый все это так сложно и все вот только через пять лет я это увидела такую же бешеную причем очень было не бешеная она просто если все спокойно стояли ждали все равно все записано так что как-то все вот так вот сложно все сейчас буду есть голодная как собака просто так микроволновки сейчас пока греется мой завтрак тире полдник тире ужин не знаю что это будет но в общем подогревая себе купила фарш нас 30 20 рублей там чуть чуть больше килограммов свиноговяжий фарш сразу же перемолотый вот-вот сейчас что-нибудь думать на ужин булочку хлеба и квашную капусту все красота будем что-то сейчас думать на ужин так это фольгу надо выкинуть чайник надо еще поставить в общем обед и потом сразу ужин я сейчас приготовлю на ужин котлетки там немножко гречки немножко макарон доедим квашеную капусту сделаю с лучком так что сюда в котлете тоже просто лук чеснок и яйцо добавлю не буду картошку добавлять не хочу с ней возиться я уже жарю котлеты намешала этот фарша с луком с чесноком соль перец и одно есть то есть все немного воды чтобы руки споласкивать и в муке их панирую вот сейчас вот жду когда подрумянится я буду их переворачивать это мне а мне за что за старание за съемку за съемку за съемку за съемку за съемку я не понимаю я трачу деньги а они типа вручают подарки так как же они им тяжело это дают а ты дрова будешь помогать а набирай ну че возьмет в руки сколько дровенечек афонечка привет поцеловаться может можно ну что там у тебя я тебе сегодня еще не записала в школу завтра еще утром пойду представляешь не знаю там народа было 50 человек ну хорошо я завтра так и сделаю афанесси сердеевич вы ничего не хотите маме сказать что иди сейчас придут все достанете все хлебушек еще купили давай ой папа с двумя ногами нифига себе целый батон колбасы да обалдеть а это что такое папа и ноги видят она выглядит еще сыр волосатый что там еще сырок да обалдеть еще и сыра большой кусочек да а когда же мы это все будем есть Костяна а да я тут отродный да 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 папа сегодня командует папа да да кто платит то ты музыку заказываешь а значит мама это не касается а то можно и заплатить и остаться не будет и холодным да да а что ты бамбу покажи что у тебя а это бамбу да не бамбу а мамбу мамбу папа купил еще мамбу да мамба мамба а это мамба я открою а ты не можешь не ну давай да что ты тут делаешь а ты по трафаретам рисуешь да еще я первого лица дорисовала а это уже второй да да я первого девочку а сейчас буду а то что опять неправильно держишь карандаш так тремя пальцами как нет нет и еще мама меня завтра запишет о да сегодня была огромная очередь так что завтра еще раз пойду да 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 тетя Аня не пошла сдавать не прошла она сегодня приходила даже с Игорьком но она не прошла но она просто за Виолетта а ты за Гришей а ты в какой ее куртке была в голубой а зимой я помню где мы ее купили на Красной площади еще еще давно кто вот это здесь все так наточила а эти что а сейчас я рисую опять важна на фоне решил поточить карандаши да а ты что решила а я решил сделать что-то непонятное угу что-то красивое волшебный цветок да а то мам а а то ничего ты думаешь да а ты там все рассыпал да и это у нас вообще ничего да это ты проглажешь проглажу зайчик только не сейчас а то у меня же духовка включена если я сейчас все то включу то выбьет тогда мам а это закончится ты пойдем погладишь угу наше самолета а это что у нас война миров или как это называется научно-опознавательную сумму про любовь короче так подожди ты вот это уже вот так сначала расставляй Гриша тут папе делает кефир Гриша ножницами нельзя и ты будешь кефир ну скажи это брату ну скажи это брату ну скажи это брату пусть лучше он с папой папа же не возвращает да а мама а буду не будешь 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 и сделай ему полкружечки слышишь хорошо